Субтитры делал DimaTorzok Вот все-таки предыдущая тема У меня есть что сказать Потому что По опыту А я все-таки Тоже в советские времена начинал У меня было все Но самое удобное Это была классика Вазовская Во-первых, она была Распространена и доступна А во-вторых Как там откидывались спинки Одним элегантным движением руки Раз, и она уже лежит Бюстгальтер сложнее было расстегнуть Чем спинку на классике А сейчас как, да? Ты начинаешь там куда-то лезть, пыхтеть Вращать эту рукоятку По чайной ложке Это же невозможно Это то, как опускается сиденье в японском автомобиле С крутилочкой, да Точнее у немцев такая, по-моему, крутилка У японцев тоже, кстати, она У кого-то, кстати, есть нормальные храповики Когда ты тоже там поднимаешь И оно сразу падает Но сейчас же Рази Рази Тут дать ее в качель-то, да? Нимфа глази отдает Сейчас же они на редких-редких машинах Раскладываются в горизонт Ну да А тогда-то Раз, все, иду Особенно на копейке Когда еще была вот коротенькие спинки кресел Без подголовников, без ничего, да? Оно падало Оно прям падало И прямо падало Слушай, это были те времена Секарная передвижная двуспальная кровать практически Это были те времена, когда женщины залезали с тобой еще в копейку Сейчас попробуем в копейку, запихни ее Если любит Да И в копейку Да и потом есть известный анекдот классический Думаешь, он нас вспомнит? Друзья, вот по этой, по финальной фразе анекдота Восстановите весь анекдот Нет, Леня, он наверняка знает Ну, я потом вам расскажу, если хотите Ладно, за кадром Обязательно Хорошо, давайте, друзья Вот просто, ну действительно, смс-карт-портал Расскалился, стал розовым Когда менять резину, у меня вопрос Можно же на этой неделе менять резину, Леня? Вот, слушайте, вот это вопрос на самом деле Потому что сейчас, смотрите, да, сегодня солнышко в Москве Казалось бы, все уже Да Но вот что-то мне подсказывает Вот я пока не буду Ночью минус, друзья мои Утром можно выхватить такой налить Сейчас вообще мы с коллегами уже общались на эту тему Там глобального якобы потепления А на самом деле, да, все же пугают, что идет новый ледниковый период И он будет характеризоваться именно вот такими какими-то, значит, продленными периодами В том числе и зимы И сейчас якобы говорят, что типа вообще в мае нас ждут какие-то холода Ну говорят, что один из того что-то выпасть может Да, да, поэтому теоретически, конечно, вот по всем законам жанра Сейчас уже нужно переобуваться Но я же нового климата, друзья, мы просто не знаем Я посмотрел Просто проблема в том, что когда вы едете сейчас цокая шипами И вообще, когда вы едете на зимних шинах Они же, во-первых, они очень сильно изнашиваются интенсивно Потому что чем теплее на улице, да, тем выше износ Тем интенсивнее он, это плохо А самое страшное, что опять-таки шины и так на асфальте скользят зимние Гораздо сильнее А с ростом температуры это еще, еще, еще прогрессивнее Это безопасность Понятно Как вчера эллигически Не надо ездить летом на зимних шинах Как вчера эллигически заметила моя жена Наташа Она говорит, слушайте, да, так долго зима Может, нам из-за этого лета продлят? Я говорю, не исключено, может быть Не удивлюсь ли Госдумы Продлят Все, друзья, слушайте, ну правда Лада Приора или новая Делнексия, да, спрашивают нас Хороший, кстати, вопрос Хороший вопрос А на него, вот я как владелец Нексии То есть, ну не владелец, у меня первая редакционная машина была Деу Некси Я на ней проездил три года, да, это ужасно, но это гораздо лучше, чем Лада Лада Приора Выбирайте сами, друзья, выбирайте сами Кем ты хочешь быть? Но мы против стереотипов, само собой Слушайте, сейчас очень вопрос, мне кажется, важный Помогите моей девушке Citroen C4, 1,620 А, ну ты видишь, да, прочитай 1,620 сил автомат За 390 тысяч Или Hyundai Solaris 1,4 новый За 470 Причем Solaris они могут взять только в кредит Да, вот хороший вопрос Citroen C4, 1,6 На самом деле, если из хороших рук Citroen, да, если с небольшим пробегом То почему бы и нет Трехлетний Вот, трехлетний Другое дело, что у него вот этот автомат четырехтупенчатый Проблемный А если вы купите новый Solaris У вас проблем фактически, я думаю, что не будет И мотора 1,4 с автоматом хватит И автомат там надежный у Solaris И подвеска Уже в начале были проблемы Но те машины, которые идут сейчас, Solaris Приятно нас удивляют Поэтому, если В общем, на самом деле Если можно поднатужиться и взять кредит Почему бы и нет Вы купите машину беспроблемную на долгие годы Те же деньги, которые вы потратите на кредит Вы их потратите на кредит А не на ремонт C4 Ну, то есть, то на то и вылетит Нет, может быть, все будет нормально Потому что, в принципе, C4 Ну, там есть проблемы с электроникой и так далее Но все-таки машинка классом выше В общем, припочем Сравно, друзья Если есть возможность взять кредит То уберите кредит А если уверены в продавце То можете и у него попробовать Или третий вариант придумайте Пишите 5533 Мы открыты, в общем А теперь звонок Давайте Давайте Человек висит Алло, добрый день Здравствуйте Я хотел бы уточнить Вот просто Опять же По вопросу по поводу Альфа-Ромео Одно время Слышал информацию Что Альфа-Ромео Выпускает Кроссовер Да И еще 169 То есть была вот 164 у них Потом 166 И вроде как Они практически Прототип испытывали 169 Это бизнес вот такой Большая машина Да Ну, как бы бизнес-седан Скажем так Да И сейчас В последнее время Нету никакой информации Не могу Не могу бы вам рассказать Ну, по поводу Это же Одно время Альфа-Ромео Пытались выйти на российский рынок Они сейчас, кстати Они же вышли Они вышли Да Опять, да В Питере можно купить Эти машины Там, Джульетты можно купить А вы нам звали А в Питере есть, да А в Москве нету ничего В Москве, да Пока, вот насколько мы знаем Они хотят Они хотят Они будут, естественно Опять возвращать Полноценно эту марку На наш рынок Но пока Пока Особо и не с чем И пока проблемы И вот вы говорите Про кроссовер Сейчас Только что Дебютировал в Нью-Йорке Новый Jeep Cherokee Автомобиль Одним из странных Самых странных Дизайнов Вообще Вот Что называется Everseen Да В моей жизни Вообще Это удивительная машина У которой У нее четыре фары Это, как говорят Четыре глаза Ни в одном совести Это вот как раз Вот этот вариант Яндекс То есть да Смотришь Вообще Вообще Не понимаешь Как это Там хромированные Эти Ну, вроде как Джип Да Но эти вот Хромированные Прорези Которые На передке Они там Как-то странно Расположены Они выгнуты Это вообще Это То есть Меньше всего Это Джип Да Меньше всего Это Cherokee Любой индейский Cherokee Если бы увидел Плюнул бы Ядовитый слюной Это Alfa Romeo На самом деле Это Fiat А, это Alfa Romeo Конечно Потому что Это все построено На альфовской базе На базе Автомобилей Dodge Dart Который построен На альфовской базе Вот И они На этой базе Хотят Сделать И Alfa Romeo Но пока Пока Работа еще Они это сделают Понятно Я думаю Что года два Нас ждет Вот до Во всем случае До кроссовера Слушай А что касается Странного дизайна Как называется Такой вот Есть Nissan Который У него сзади Такое что-то Типа яйцо Как вот Знаешь Яйцо муравьиной матки Я всегда смотрю на улицу Восхищаюсь Думаю В чью Сюрреалистическую голову Пришел Не понимаешь Он так называется Aunt Mother Ну правда Слушай Я не знаю Не жук Ты подожди Не большой 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 Ниссан Большой Мурана Нет не Мурана Сейчас я найду И скажу тебе Да Ну правда Это же яйцо Муравьиной матки Ну что ребят Вот А что касается Большой Альфа Ромео Вот Большого Такого седана Да Почти представительского Класса Пока Не будет Я думаю Что они Уже обожглись Достаточно На этом И поэтому Они сосредоточились Фиат Я имею ввиду Сосредоточился На дорогих машинах В частности Мазерати Кватропорта Новый У них закрывает Эту нишу Вот Пока Пока Не будет Понятно Так Езжу на Посаде 65.5 В8 На что пересесть Прошу Вячеслав Интересно А почему Не знаю Почему не Старенький Может уже На каком сейчас Где эта смс На Посад В8 Да Ух ты Это редкая машина Да Да Это ну представляете Да Вальксваген Посад Да И там В8 Такая машина В B5 Поколении Я думаю Что он это Имеет ввиду То есть В предпредыдущем Поколении Была Ее сделали В принципе Специально Для таких стран Как Швейцария Где очень любят Машину Внешне скромную Но заряженную Она была Полноприводная Она была мощная Ехала в принципе Неплохо Но стоила диких денег И это как фаэтон Вот То есть Человек очевидно Любит вот такие же машины Скромные Снаружи Но заряженные Внутри То есть Ты не рекомендуешь Пересаживаться Средской машиной Ни на что Нет Он же старый Вот Если хотите Полный Почему тогда Вот почему не Audi Если нравится Я бы советовал Все таки Кватро Какой-то Достаточно мощной Я кстати Нашел картинку Это Это Nissan Navara Какая-то Снаряженная Снаряженная Задняя часть Это с Кунгом Это с Кунгом Это с Кунгом Это муравьиная матка Муравьиная матка Это типичная Муравьиная матка С мотором А как будто Mitsubishi L200 С Кунгом Выглядит Не пугай его сейчас Друзья мои Мы сейчас должны Посмотреть на муравьиную матку На настоящую Не на Nissan Navara Это у нас займет Я думаю Профилактика А похоже Похоже Да? Да Ну знаешь На самом деле Художники Они так сказать Вдохновение ищут Где угодно И могут вдохновляться Даже муравьиными матками Рисуй дизайн Новые машины Ладно Смотрите Четырехлетняя Mazda CX-7 Или Freelander 2 Спрашивает Человек И я бы выбрал Мазду CX-7 Из поддержанных Потому что все-таки Freelander хорошая машина Но все-таки Это англичанин Все-таки у него Со временем Больше проблем Чем у Mazda CX-7 Которая прекрасна во всем За исключением Расхода топлива Который составляет Там 17 примерно литров Потому что мотор мощный Там 2,3 турбо Вот И Опять-таки Соседняя смс Из республики Удмуртия Привет CX-7 Нету Альтернативы Или нет CX-7 нету Альтернатива есть То есть человек Быстрый мощный Кроссоверчик хочет Да Альтернатива CX-7 Вот Вот с этим Проблема Потому что Таких вот BMW X3 Естественно Альтернатива Но X3 дороже Не сильно Кстати Не сильно Если бэушные Они же там нивелируются Поэтому Просто проблема С BMW Проблема уже Старая найти Неукатанная Нормальная И так далее Вот Была Офигенная машинка Acura Z RD MDX MDX Да RDX это большой А MDX поменьше Да Эта машинка Прямо Вот я ее К сожалению Сам Не пробовал Но мой коллега Максим Кадаков На ней ездил Потому что Макс Шеф-редактор украинского Авторевью И там Этих машин больше Вот он их пробовал И прямо остался в восторге Вот он как раз сравнивал С CX-7 И они были прямо Очень близко В чем-то даже Аккуратно Аккуратно дороже Да Чуть дороже Но это же все У нас эти машины Только в везенные штаты В везенные штаты машины Конечно проблема Потому что Кто их там Да И как их обслуживали И какой там На самом деле Майлэдж По крайней мере В штатах Можно по карфаксу Посмотреть Хотя бы Какая-то Какую-то Кантуру есть Ну да Но вот Эта машинка Я бы Рекомендовал Извините Тут с таким вот Предваряющим сигналом Скажите пожалуйста Вопрос жизни и смерти Брать или не брать Peugeot 37 2006 года Механика 1.6 Виталий Великий Новгород 2006 года 37 Peugeot 1.6 Механика 300 Какая где-то 307 37 Да Нормально Не так много Тем более механика Нормально Нормально Берите Берите То же самое Вот что можете сказать Peugeot 307SV 1.6 Механика 2003 года 230 тысяч Правда Пробега Вот хорошая машинка Но конечно 230 тысяч Там уже Она сама является Проблемным местом А вот смотрите Пожалуйста тебе про Двесты Воронежская область Toyota Starlet 87 Или новая 2114 Вазовская Ну-ка вот давай Вот как ты здесь Однозначно Однозначно Toyota Древняя Однозначно Нет 14 Слушайте Ну покупать Ну это вообще Сейчас 21 Древняя 87-го года Она же Какого угодно Но она все равно Это же Старый ветер Ее сломает Не надо Она по концепции На лет на третье Ну моложе Точнее старше Toyota Да Если особенный человек С руками Есть запчасти Что-то такое Я бы однозначно Выбрал Вот Toyota 87-го года Правда Абсолютно точно Это записано Света Что для него Совершенно Под присягой Повторю Перед звонком Технически Она же Видишь Все-таки Превосходит 14 В продолжение Мягко Так говоря Очень удобно Раскладываются Сидения в RAV4 И заниматься этим Тоже Алла Москва Алла Москва Алла Спасибо Продолжаем Собрать удобные машины И вообще RAV4 Да Что ты делаешь Ну конечно Подарил девушке RAV4 А там все готово Все удобно Здрасте Как вас зовут И быстрее спрашивайте Добрый вечер Коллеги Александр меня зовут Вопрос в следующем Собственно Сначала эмоции До недавнего времени Ездил на аккорде 190 сил Автомат Продал К чертовой бабушке Купил себе Солярис Максималка Но на ручке Ничем Вообще Не хуже машина Абсолютно И динамик Такое ощущение Что такая же Хорошая Солярис хорошая Да В общем Не жалею ни в коем случае Сливайте эти помоки Покупайте Солярисы Единственный вопрос У меня сейчас возник Я тут недавно К товарищу на дачу ездил Позавчера по-моему В общем Суть в чем Там Рыхлый снег Очень 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 Высокий Рыхлый снег Так И В общем Я по нему Очень с большим трудом Пришлось даже иногда Задом сдавать Шины какие Шины какие Шины Шины у меня Не шипованные Так Но Ну Суть-то в чем У меня точно Абсолютно Та самая модель Стояла на аккорде Но у меня такое ощущение Что вот на автомате Плюс там развесовка Наверное какая-то Немного другая Вот точно В таких же ситуациях Аккорд ехал По немножко Поувереннее Плюс у меня Товарища Хозяина Тойота BB И клиринг ниже И автомат В общем Он эту трассу Преодолел Чиркая Но гораздо увереннее Чем я Не понятно почему На самом деле Проходимость А вы говорите Именно о ней Зависит же От многих факторов От развесовки От того Как настроена Есть ли она вообще Скажем Противобуксовочная электроника Вот на Солярисе Ее нет А на аккорде Она Я сейчас точно не помню Но скорее всего Есть Особенно Конечно Там система стабилизации Наверняка у вас была Это раз Второй Шины Одной и той же модели Одной и той же марки И так далее Но в разных размерностях Могут работать по-разному И работают по-разному Да Чем Там много Взаимосключающих Каких-то там Факторов И кто из них сработает Там на снегу Например Лучше шины Уже Вот чем они Уже Вот если посмотрите Вы на раллийные машины Да Они все вот на таких Вообще узеньких шляпахи Да Вгрызаются Вгрызаются Потому что да Широкие плохо Понятно Понятно Интересно Вот и так далее Поэтому здесь Ничего Ничего такого Сверхъестественного В том что На одних и тех же шинах Одна машина Едет по снегу лучше А другая хуже Нет Или заранее сказать Довольно сложно А как-нибудь формула можно использовать? Или только на собственном опыте? Там масса факторов Как автомат настроен Как если есть та же самая Противобуксовочная электроника Она может быть Как в плюс Так и в минус Да Понятно Если она душит тебя так Что ты вообще даже буксовать не можешь Ты встанешь Ну конечно Да Ну и так далее Слушай Вот важный очень вопрос Я полагаю Что там миллион еще человек Подписались под ним Это вот начало езды Причем у жены Жена Это из Питера В данном случае СМС Жена хочет начать ездить Нужен АКП Понятное дело Автоматическая робота Думаем о Хундай Гетц Или же Аполло Что можешь посоветовать? Ну Гетц-то уже Гетц-то уже все Он только бэушный Да Гетц Кстати прекрасный автомобильчик Для начала Замечательный Да Он Ну там как бы с эргономикой Но для женщин Там руль не регулируется По вылету Но в принципе Машинка хорошая Надежная Едет нормально Вот Поэтому почему бы нет Поло В смысле человек Если имеет ввиду Новый седан То ну Естественно это лучше Но это будет дороже Так что тут Пожалуйста Если Поло У него У седана Шестиступенчатый автомат Вот А у хэтчбэков Уже ДСГ Лучше уже Я бы Я бы не стал Мы сейчас пройдемся Ненадолго Друзья у нас короткие новости Без песни предлагаю Потому что только СМС Давайте не будем тратить время Так вам Анонсом Эпиграфом К следующей части Такая вот У меня пришел твит Когда мы Адепты профилактики Дождемся обстоятельного разговора Про пикапы Мы адепты Негодуем Вот так А мы говорили про пикапы Леонид Голованов У нас друзья Заместитель главного редактора газеты Авторевью Да Кто о чем А мы про машинки Да Естественно Слушай Ну в двух словах Скажи А то адепты нас разорвут Адепты они такие Про пикап Скажи Про пикап Не скажешь Ну скажи Пикапы клевые Пикапы странные Понимаешь Эх Мы сейчас не привлекли адептов Нет Только что Вот зачем в городе Зачем это все в зоопарке Я не очень понимаю людей Которые ездят на пикапах Которые сейчас недешевые Это же миллион двести Если нормальные Миллион триста Полтора миллиона Зачем ездить они в городе Я не понимаю Пикап Это сугубо утилитарная машина Если нужно Ты охотник И там Я не знаю Вот пикапы Рыболов В штатах Да Там В них в кузов загоняют Ну там полноценный Рыбу И косулю Загоняют Снегоходы Квадроциклы Все понятно Мне кажется Пикап стоит брать людям Которые Короче говоря Друзья В городе ездят на пикапе Глупо Крайне активный образ жизни За пределами города Да Помогите Хочу Audi A4 Allroad Новый Жена говорит Только Q5 Помогите найти Аргументы Владимир Аргументы А аргументов Не так много А4 Allroad Против Q5 Конечно Потому что Покупать Нет Стоят они Примерно одинаково Но А4 Allroad Это легковой все таки Автомобиль С чуть-чуть повышенным Дорожным просветом А у Q5 Все таки он А у него есть Как вот на На A6 Allroad Вот эта вот История С изменяемым Просветом Нет 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 То есть вообще простенький Нет Да Ну у Q5 тоже нет Тоже обычная Порезка пружинная Конечно И я не знаю Я затрудняюсь Ну помоги Владимиру Просто если Ну вот Зачем это в зоопарке Опять Да Если не нужно Сидеть Почему многие Девочки Во всем Любят кроссоверы Потому что ты сидишь выше Это дает тебе Иллюзию безопасности Ну не только иллюзию Между прочим Но еще и безопасность Потому что Боковой удар Когда у тебя Не дай бог Приходится Чем выше ты сидишь Тем безопаснее И прикольнее Так что Немного Немного У меня Ну может быть там Лучше Лучше управляемость Но для Опять таки Для девочки Какая разница Да Друзья Наш смс портал По прежнему 5533 В начале сообщения Не забывайте слово Маяк Ждем от вас Ну собственно их миллион Но все таки все не менее Миллион да Вот да Деу Леман 1990 года Человек спрашивает Из Ростовской области Деу Леман Деу Леман А это же Это же она Наша родная Любимая До слез До боли Деу Некси Да Конечно Она же сначала Это же Опель Кадет Е Образца 1800 1983 года Который Сначала Был Фирмой Деу Лицензирован И он выпускался Именно как Деу Рейсер Или Деу Леман Причем к Леману Сами вы понимаете Да Как вы отношите Ну такое же Как от Узбекистана До Франции Да Вот Потом значит У нас она известна Как Деу Некси Но Просто Леман Это скорее всего Хэтчбэк То есть Это машина ближе К Кадету И ну чего Это вот Некси И Некси есть По остальному Лёнь А стоит ли брать Ниссан Кашкай На вариаторе С двигателем 1.6 А смотря Какого года Если Если новый И если Он нравится Потому что Вот после Пострестайлинговый Брать Если не смущает Так сказать Там какая-то Относительная Теснота В салоне И немножко Устаревшая Посадка То да Потому что После рестайлинга Кашкай Другая машина Намного Лучше Три года Три года Не могу выбрать машину Нужна Вседорожная машина В пределах Полутора Или Миллиона Семьсот Рублей Я думаю о Соренто Но сомневаюсь В её проходимости И мужу не нравится Какие есть ещё варианты Ну кстати Вот только что Мои коллеги По авторевью Провели испытания Соренто оказался просторнее Если для семейной машины Это важно Он как правило За те же деньги Лучше оснащён И вот он был правда Чуть дороже Чем вот те машины Которые мы брали Но в целом Он У него хорошая плавность Хода сейчас Опять таки Вот сейчас После Они Корейцы молодцы Они Занимаются Они исправляют Свои ошибки Это здорово Вот по тем же Там по Солярису По Рио С другой стороны Если вы три года Выбираете Выбираете Выбрать не можете И три года нормально Сочувствуете Может быть И не надо Ничего покупать И пробок меньше будет Нет А давайте зонок Примем Давайте Алло Алло Здравствуйте Здрасте Меня Алексей зовут Хотел бы Вот задать вопрос Присматриваясь Пикапу L200 Или Nissan MP300 А почему Не например Amarok Не знаю Сейчас даже Не рассматривал А попробуйте И перезвоните Попробуйте Попробуйте Правда Ну то есть Из всего Amarok Оптимально Ну похоже Похоже да Я бы выбирал Между L200 И Amarok Вот так Кстати про L Спасибо вам за звонок Выбираю Был кроссовер За 800-900 тысяч Останется на Тигуане И RAV4 Оба 8-10 Годов выпуска Но RAV ругают за вариатор А Tiguan за DSG Подскажите Насколько они надежны Это очень важно Потому что завязаны на машине Если брать Tiguan То естественно с автоматом Потому что вот наши машины Наши сборки Они с автоматом И там никаких проблем По всякому счету Вот с этим нет Вот пока Единственное слабое место Тигуана Которое нам серьезно известно Это настройка ABS На скользкой дороге Неровной Она тормозит плохо В остальном Офигенная машина Поэтому мой выбор Здесь Tiguan Понятно Спасибо А еще один звонок Алло Алло Здравствуйте Да пожалуйста Ребята Скажите пожалуйста Я вот писал по поводу Джеты Езжу сейчас на Kia Cerato 2009 года выпуска 125 по-моему Лошадей 1.6 Так Вот И друзья уговаривают В салоне работают Это Volkswagen Новый 1.6 Автомат 105 лошадей У меня вопрос такой Будет ли он реально Пободрее на дороге Себя чувствовать Или нет 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 С мотором 1.6 Точно не будет Потому что На DSG Не хватает Предлагают Да Нет Вам обязательно Нужна автоматическая Да Трансмиссия Да Ну хотелось бы Потому что Жена ездит А попробуйте Кстати Вот если говорить О доступных Резвых машинах То это как раз Вот тот самый Или Solaris Или Rio У них очень хорошие моторы И пусть Четырехступенчатые автоматы Но пожененные Они с характером двигателей Нормально Понятно И вот 1.6 Это прямо такая Это прямо быстрая машина Попробуйте А во всем остальном То есть Это грубо говоря Тот же уровень Или это хуже гораздо Уровень чего Что вы имеете в виду Ну Резвость Ну Вот если Джета Очень хорошая машина Но Там Да Тем более Там и комплектация Хорошая Да Но она будет Резвой Она будет Резвой С турбомотором Ну понятно А этот Да Да Спасибо вам большое За звонок Продолжаем Что брать BMW X3 Вот тут странное слово В старой Или в серой Будке В старой Будке В старой Будке Или X1 А все Или да Или X1 в новой По цене они Одинаково Примерно 850 900 тысяч рублей А старая новая Будка Это кузов Ну да Надеюсь на вашу помощь Я тоже Клево В качестве кузова Надо запомнить Я в старой Будке взял Севдор Да X3 в старой Или X1 в новой Будках соответственно Ну да Надеюсь на вашу помощь Что брать Что брать А что хочется Если хочется Простора То X3 Если хочется Больше драйва То может быть Даже X1 А X1 Тоже такая На маленькую X6 похожая Нет Она похожа На универсал Первой серии Скажем так А ну или так Я просто вижу Или там маленький Но уменьшенный Универсал Третьей серии То есть такая легковая В общем если простор То X3 Машинка с повышенным Дорожным просветом Очень большое Пожалуйста Руслан из Томска пишет Очень большое Пожалуйста Сейчас Pontiac Vibe 2003 года Хочу Toyota Venza 2.4 стоит? Руслан Извини что я с этим акцентом Дурацкий Такой набор слов Возбужденный Извините Но тем не менее Ты понял да вопрос? Да Вот не ездил я на Venza Интересная машинка Сейчас она выходит На наш рынок Я не понял Человек Я так понимаю Что хочет ВУшный Да? Да 2003 года Это Pontiac А у него сейчас Pontiac А хочет Toyota 2.4 Да Venza Да вижу Там не уточнил Руслан Да Черт Я думаю что Venza Будет Лучше Чем Vibe Хотя Это же тоже Vibe Это же Насколько я помню Это же тоже Toyota Да? Да Все Toyota Нет не все Далеко не все Думаться вообще Ребят Почти все в этом мире Toyota Даже мы Toyota Matrix Это была Сообщение Про три автомобиля Почти ни один Вернее вообще ни один Не представляю Умоляю Fiat Fiorino Peugeot BP Или Citroen Nemo Рост 191 Муж Денег на БУ Один три годовалый Муж Это мужчина В смысле А мужчина Денег на БУ Одного трех лет Да Человек сэкономил Юрий Ну прям очень хочет Постать какие-то рубли Выгоды себе На автомобиль Думаешь сэкономил На СМС Да Умол Пож Расскаж Про Fiat Fior Peugeot Ну и так далее А ты знаешь такие машины Fiat Fiorino Peugeot BP Или Citroen Nemo Может заправленный бензин Просто соответственно С полным баком бензина Подождите Давайте разберемся Муж Главное Муж В смысле мужчина Может это Fiat Нет Рост 91 см Он мужчина Fiat мальчик Я думаю что Муж Денег не дает На БУ Я так понял Нет То что дает только на новую Да Юрий Или новая сразу Никакой не будет Ну как-то странно Подожди Давай Дайте методом исключения Ты знаешь Citroen Nemo Нет Нет Ты знаешь Fiat Fiorino Нет Fiat Fiorino Да Человек выбирает Коммерческие машины Все берите Fiat Fiorino И единственное Которое Леня знает Все Не мучайтесь Или прекращайте Есть эти таблетки Которые вам Подкидывают такие автомобили Peugeot BP Тоже мне Заправа значит Говорит один раз А Слушай я понял Это автоакын Он что видит То и пишет Он видит перед ним Бежо Стоит справа Заправка BP Он все пишет Шурин получил подарок Ford Sierra 82 года 82 года Карбюраторный Карбюраторный Слушай почти на ходу Рекомендация Держать не продавать Это же прекрасная машина Конечно Послушай На спидометре 450 тысяч километров Супер И оно еще ездит Вы представляете Вот делали-то раньше машины Какая машина Секунду Внимание По продолжению Этой смски На спидометре Ford Sierra Восстанавливает Скажите ему Что он идиот Пусть сдаст в утиль Спасибо Дмитрий Москва Вы что с ума сошли Не можешь такого сказать Ну как можно Это же классический автомобиль Английский автомобиль В свое время Sierra Произвела Фурор Своим дизайном И сейчас Она еще не утратила Своей актуальности Смотрите Сидеть там ужасно Конечно Эргономика там чудовищная Отлично Вот Но Это же фактически Это прямо Уже классик За рубежом Таким называют Янгтаймеры Ага И там уже Свой культ Свои там Слеты этих машин В общем Нет Я как раз Просто параллельно Сижу на Так что Он идиот Но так сказать Не идиот Нет Все правильно Делает И пусть продолжает Восстанавливать Я как такой же Идиот Его поддерживаю Конечно Я сейчас Сижу Просто на сайте На автору И смотрю Вот эксклюзивные машины И вот например Машина Мотоколяска С3А Стоит 610 тысяч Потому что Она восстановлена Кто знает Что такое С3А Тот же самый Кто знает Что такое Форт Сьера 85-го года Купят 82-го 82-го Тем более Купят У вас Не чтобы продавать Он не для спекуляции Делает Потому что ему Типа нравится Послушайте В любом случае Надо оставлять Смотрите Первое Действительно Если вдруг захочет Продать Спекулировать Продаст за дорого Второе Предели человек Это дел Лет на 6 Ближайших Уж поверьте Хотя с другой стороны Все предели Послушайте Я бы на вашем месте В гараж Все-таки сходил бы Может он там пьет А машину уже давно сжег Давайте прервемся И не было ее А потом сразу же Возьмем телефон и звонок У нас человек уже Очень давно висит Все Хорошо В эфире Профилактика И вот Как и обещали Сразу берем телефон Алло 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 Да Здрасте Здравствуйте Константин Москва Очень больной вопрос Практически наболевший У меня сейчас Хонда CR-V 99-го года Так Все бы ничего Бегает отлично Но там Прошлым летом Еще минуло 300 тысяч Я вот плотно задумываюсь На что бы это все поменять То есть взять там Что-то новое Недорогое Типа там Какого-нибудь ховера Или же с ним Или Или дастера Например Ну да Или дастера Например Или не заморачиваться И взять еще одного Десятилетнего японца Как показала практика Лет пять Они еще отлично бегают Абсолютно Вот моя рекомендация В таких случаях РАВ-4 Предпредыдущего поколения Который еще С постоянным полным приводом Нравится вам эта машинка? РАВ-4 не рассматривал Но просто вот Второе второго поколения Вот как-то не зашла Да Именно Смотрел? Да Да И вот на мой взгляд Из них РАВ-4 Предпредыдущий Да Предпредыдущий Предпредыдущий Бутки надо говорить Вы сколько денег Сможете потратить На машину? Ну 1500 максимум Ну вот Мне кажется Что именно Вот эту РАВ-4 Таких первых Там 2005 Там где-то вот так Да Найти можно И если Найти хорошую машинку Из нормальных Рук Неукатанную Чуть-чуть Так сказать Там вложить Она будет еще ездить долго Спасибо Спасибо Что такое Пассат на метане? Хотя кстати Ну на метане На сжатом газе Это хорошее дело Заправок мало Обслуживать надо Это Не надо пока Не надо пока Дружище Не надо пока Хотя сейчас В мире Новая волна Вот этой метановой темы Потому что Им всем нужна Там экология И так далее И сейчас Всплеск интереса К машинам На сжатом метане Короче Если хотите Слыть Европейским интеллектуалом Купите на метане Если хотите Ездить нормально Купить нормальную машину Без всякого метана Понимаете? Почему вы X-Trail и Kaleos Так тщательно В тестах Обходите Спрашивает человек Имея ввиду Наши авторевьюшные тесты Боитесь Безусловного превосходства И по комплектации И по управляемости Боимся садиться То есть Над кем Над авторевьюш Нет Ну там Типа Над Тигуаном Нет Друзья Не будет Нет Мы испытывали Был у нас И X-Trail И Kaleos И увы Не было Безусловного превосходства Вот И поэтому Так сказать Ну как-то Модели обе уже Мягко говоря Не новые Поэтому мы их И обходим Про них уже все известно Извините Вот очень важная СМСка из Санкт-Петербурга Умничка Просто Это Аня написала Пока чемпионка И думаю Таковой мы ее назначим По итогам часа Что же все мужики Оправдывается Что автомат Жене берут Кстати я сейчас Друзья Употреблю слово Практически Не цензурное Поэтому детишек Уберите от премника Что автомат Жене берут Самим же удобнее Им что стыдно Хватит за дамский счет Яйцами извинеть Аня в Санкт-Петербург Так она написала Аничка Спасибо большое Правда Нет А на самом деле Мы же всегда говорим Что друзья Да В городе Всем уже Ездить на механике Да Я вот обожаю Только идиотам Вроде меня Да Да Ну я же до сих пор Я и помру уж таким Да А у меня Я когда купил первую Машину на автомате Приехал во двор И помню Мы там стоим Все обсуждают И там один мишка А он в случае водила Профессионально Говорит Талин Ну что ж ты Как баба-то Купила себе Это самое На автомате Это машину Я говорю Старик Ты понимаешь 21 век Говорю на дворе Понимаешь Уже носки же Не в раковине стирает Уже есть стиральная машина Столько всего Говорю А ты все Вот такой у меня был В общем Довод все засмеялись И он в общем ушел Пристыженный Потому что носки уже стирают Друзья не в раковине А в ванной А в ванной И замачивают Полно их много Там правые лепые Алене вообще грех Ездить на автомате У тебя машина Ты знаешь Ну конечно Не самая простая Чтобы на автомате ездить Хочу взять Трендлайн Джета 1.6 С автоматом Езжу на свифте Что скажете О надежности автомата И двигателя 1.6 И вообще о машине Автомат нормальный Машина нормальная Резвость не нужна Пишет Ну тем более Если нужна резвость Кстати 1.6 Вот тот самый вариант Когда резвости нет Но есть вполне нормальное Удобное управление тягой Как мы так называем Хорошо Давайте еще звонок примем Быстренько А потом еще смс Все И больше Девочки Звонки больше не берем После этого Алло Алло Пожалуйста Здрасте Только смски Добрый вечер Пожалуйста А вот подскажите Пожалуйста Что скажете Сархангельса Михаил беспокоит Так Вот такой вариантик Чего-то нравится Привлекательно В районе 600-700 рублей Ну вот привлекательный джип Но он в нашей Совместной сборочке С китайцами Кто Привлекательный Как называется Ну вот типа Четырехколесный Дорожник Даже джипом называют Ну Ховер Сан Йонг Китайский Вот про эти машины Сан Йонг Это не Китай Это Южная Корея Эх Это Корея Это существенно Ну вот опять Очень многие люди Действительно Хочется же Подешевле Настоящий внедорожник И вот пожалуйста Грейтволл Ковер Вроде как Да Вот они даже ездят И кто там Типа сосед купил Говорит нормально Ребята Великая стена Это тушенка Ну правда ведь Да Помните Да Конечно помню Тушенка Вот Марка Великая стена Для меня Это тушенка Мы испытывали Грейтволлы Мы испытывали Пикапы Мы испытывали Я помню Грейтволл Дир Был такой Ох Короче Пока это не машина Пока Китай Рекомендовать Не буду Мне кажется У всех есть сосед Который купил себе Говорит Да нет Хорошая машина Потому что Стыдно Да нет Какую-то фигню Купил И вот И даже Когда мы тогда Крош тест Амулета Сделали Когда он Рассыпался Какая была буча Люди там Звонили Писали Говорит Амулет Я на нем Отмотал Все Ребята Уже 2 километра Чего вы на меня гоните Нормально Слушайте Извини Последняя смс Она просто важнейшая Сразу повеяла 90 Мерс 600 600 Мерс 2002 года Что скажете Какого? 2002? Это уже 2002 Это уже Это уже не тот Это уже не тот Я помню И вот это Кстати Тоже очень интересная тема Стареют Большие Дорогие машины Вот в частности Мерседесы Раньше Вот у меня был 126 Мерс 80-х Который С-класс Он На самом деле Он простой И если за ним Хорошо следить Если он не сгнил И так далее Он офигенный Он будет вечно А вот эти новые машины Уже с электроникой Да Там случай Что? Колоссальные деньги Есть умельцы Перепаивают эти блоки Там управление Пневмоподвеской И так далее Но там столько электроники И со временем Начинаются такие проблемы Да Что друзья Вот здесь Не посоветую А что кстати Знаете Короткая история 600 Мерседес 90-е годы 600 Мерседес Это был символ Это была метафора вообще И мы однажды ехали Там где-то Какой-то компанией С одной девчонкой И проезжали Не помню И там стоял Длиннющий Такой Знаете Вот эти Идиотические Свадебные машины Длинный 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 Лимузин Свадебный Белый И она смотрела На него задумчиво Так вот он Да какой 600 Мерседес Она думала Там же всякая Трофка в нем ездила Все 25 человек Солнце Смелезали Нормально Нет кстати Вот несколько лет назад Я был На Мерседесе В Германии В Классик-центре И спросил У людей Я говорю Вот что вы мне посоветуете Вот сейчас покупать Что сейчас Недорого А потом станет Классикой И легендой И мне сказали 140-й Да В частности купе Вот типа покупайте Сейчас оно недорогое А потом это будет Да Да ребята А что-то мельчает Да все Ну слушайте Чем вдохновляешься Вот из-за того Паш Чем там вдохновлялись В начале нашей программы Люди Сьерра была у нас Художники Автомобильные дизайнеры Я уже забыл Я забыл Все мельчает Даже мозги К концу шоу уж точно В общем единственный человек Который хоть что-то шарит Это мужик Который вот 81-го года Сьерру восстанавливает Правда И тот идиот И тот встречает непонимание Со стороны родных и близких Конечно Слушайте Шурин Если вы нас слушаете Дорогой Шурин Тау парня Который называет вас идиотом Держитесь Правда реставрируйте Две выгоды Либо продадите задорого Либо действительно сделаете И будете ездить Спустя лет 20 Да Да Ой Это же будет Ох Это будет ох А еще друзья Один ног будет завтра В то же время А ровно через неделю Еще один ног будет С Леонидом Головановым Да Да Встретимся здесь же Так же в это же время Счастливо всем Спасибо До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok